Приветствую вас, мои дорогие! Сегодня у нас с вами домашний влог. Наливайте себе тоже чай. Я пью зеленый, цитрусовый. Кстати, завариваю пакетики, которые показывала вам, которые получила бесплатно. Прямо несколько упаковок чая. Кто заинтересован в получении вот таких вот призов, подарков, не знаю, бесплатно, просто за отзыв, чтобы попробовать написать отзыв, смотрите мое видео. Такой вот мейкап, новый мейкап сейчас у меня, как вы видите, совсем легкий макияж, который я делаю, когда работаю дома. Прически у меня сегодня никакой особенной нет, то есть я просто вымывала волосы и высушила их. Точнее, они высохли сами. Хочу поделиться с вами своими ощущениями. Недавно моей дочке исполнилось 18, ну вот в ноябре, собственно, и сейчас уже она решила один раз попутешествовать в Ростов-на-Дону, там, где ее подружка живет, сама, самостоятельно. Я, конечно, молилась, не передать словами, что я ощущала. То есть есть ощущение, конечно же, не то, что страх, то есть я доверяю Богу в этом плане, но такое немножко ощущение, что как будто от меня отрывают человека. Я привыкла всегда путешествовать с ней куда-то, но вот мы решили, что все-таки это будет самая такая хорошая возможность быть самостоятельной, внимательной, сосредоточенной, следить за своими вещами, потому что в аэропорте нельзя никуда, как вы знаете, отвлекаться, засыпать нельзя, в наушниках нельзя, потому что иначе опоздашь на самолет, но, в общем, это был такой эксперимент. Слава Богу, он закончился благополучно, сейчас она уже вернулась, море эмоций, и я очень рада, что она освоила аэропорт. Я считаю, это очень-очень важно, потому что, ну, мало ли что, придется куда-то полететь без нас, и человек должен уже быть абсолютно самостоятельным, готовым ко всему не бояться, не отвлекаться, быть собранным, сосредоточенным. Так что у нее все получилось, чему я очень-очень рада, то есть такой следующий этап взросления. Неделя у нас каких-то разлетов, прилетов, теперь мой муж полетел к своей маме, сейчас она живет в Украине, во Львове, и он полетел к ней, чтобы навестить ее. Ее пенсия в два раза меньше квартплаты, то есть мы просто в шоке, что там происходит, как бы на эту тему даже не нужно комментариев никаких, я ни за, ни против кого, я просто констатирую факт, потому что, в общем, человеку уже за 80 слегка, и она там одна, и как дальше непонятно, переезжать она, естественно, никуда не хочет в таком возрасте, но и опасно, если вы не знаете, то перевозить в таком возрасте людей опасно в другие города, как правило, они очень тяжело переносят переезды такие вот, особенно смену страны в этом возрасте. И в итоге вот муж полетел разбираться, что делать, там как-то организовывать финансовую какую-то поддержку. Все нормально, сейчас уже прилетел, то есть дочка прилетела, он улетел, я просто не успеваю разбирать чемоданы и стирать вещи, я честно вам скажу. Так, сейчас работы не так много, я имею в виду по первому образованию, по актерскому. Сейчас больше у меня административной такой маркетинговой работы в компании мужа, которую он организовал, вторую компанию, и, соответственно, я ему помогаю, потому что есть такие довольно сложные заказы, которые необходимо администрировать, заключать договоры. В общем, для меня несложная работа, потому что у меня второе маркетинговое высшее образование, для меня это несложно. Но это тоже занимает, конечно, какое-то время. И вот в итоге, видите, я часто бываю в скайп, и с учениками в том числе общаюсь тоже в скайп, поэтому яркие какие-то макияжи я не делаю. Сейчас не очень далеко куда-то выезжаю, хотя сейчас у меня будет повод, мне нужно будет забрать две посылки, да, две. Одна с iHerb, мне должна прийти посылка, и вторая посылка со мной связалась компания, тоже из-под Новосибирска, вы видели, да, мой ролик о том, как я ревизировала свою косметику, ну и, в принципе, я вам про ВИКосметика рассказывала. Так вот, там просто средоточие под Новосибирском из-за вот этого самого научного городка, в котором живут и работают люди из поколения в поколение, просто средоточие талантливых людей, химики, биологи, которые занимаются косметикой. И вот там очень какая-то серьезная профессиональная линейка. Все на шоколаде, очень интересно. Они со мной связались и предложили мне взять все, что я захочу из этой линейки, просто попробовать. Потому что им понравились мои видео, и потому что они знают, что мне нравится очень натуральная косметика. Но, опять же, я не воспринимаю ее как какие-то около ботокса, то есть такого эффекта не будет. Но будет, знаете, какой эффект? Всегда есть от хорошей качества натуральной косметики. Свежий цвет лица, сужаются поры от некоторых травяных, да, настоев, концентратов. И, что очень здорово, знаете, такое напитанность лица, то есть оно такое упругое становится. То есть очень-очень много таких вот натуральных масел, и они в правильной дозировке, они прекрасно тогда уходят. В итоге, в течение какого-то времени они все равно впитываются. Ну, а излишки, как я уже говорила вам, я стираю салфеточкой. Если мешает что-то, или я хочу, например, нанести макияж. Так что натуральная косметика прям мое оказалось. Оказалось это примерно полгода назад, когда я стала вести канал. Я была очень положительно удивлена и прямо обрадована, честно говоря, потому что косметика-то все недорогая. И я, конечно же, как человек, который сам зарабатывает деньги, ценит то, что делает мой муж, сколько он работает. Иногда он просто ночью вообще приходит с работы. Уставший, падает, и вообще никакой совершенно, потому что так много работы, много заказов. И, в общем, людей, которые могут их выполнить, не так много в Москве. Их можно просто по пальцам пересчитать. Тех людей, которые действительно что-то соображают вообще в сложном оборудовании. То есть исполнителей много. То есть человек может, скажем, к роботу его можно приставить, который делает сложные детали. А вот чтобы он сам что-то сконструировал, сам придумал, это вот таких людей, к сожалению, не хватает. Мы с трудом, с трудом находим даже тех, кто пишет хороший софт. Все софты кривые. Если вы видите, Microsoft кошмарно обновляется без разрешения, в том числе, когда запускался, по-моему, МКС, Microsoft начала обновляться, и все зависло, представляете? То есть у людей просто закрылись все программы. Это такое возмущение было, но ничего не поделаешь. Любой софт сейчас довольно странный. Муж приобрел из такого спортивного интереса отечественный какой-то телефон, сейчас даже не помню какой, с отечественным софтом. Я была в шоке, когда взяла его телефон пофотографировать. Мне потом пришлось месяц ждать, когда же он в итоге перенесет фотографии и видеоизображения. Они в каком-то странном формате переносили, чтобы сделать с них видео. Кстати, это было видео, где я гуляла вместе с вами по Victoria's Secret. Я мучилась очень долго, но вот это отечественный софт. Я не против российского производителя. У меня муж сам российский производитель. Но, конечно, все нужно делать руками, которые растут из правильного места. Вот я, в общем, за это ратую. Сейчас я отдыхаю от всяких котлет, жареной свинины и всего остального. То есть, вот несколько дней, пока он будет там, пока он со всеми вот этими вопросами разберется. Я не готовлю какие-то сложные такие вот мясные, я имею в виду, блюда. Мы с дочкой запросто можем обойтись вообще без мяса. Какой-то кусочек, может быть, даже рыбки малосольные, овощи. Ну, в общем, простые такие блюда. Сейчас вот я делала просто какие-нибудь салаты, туда покрошить сыр и все. Собственно, полить оливковым маслом, несколько оливок кинуть, и мы уже рады. После Нового года я тоже уже устала готовить все вот это. Кажется, что вроде бы все просто, слой за слоем, слой за слоем, и получается в итоге красивая селедка под шубой. Но все, конечно же, это занимает время, занимает место на столе. Потом масса посуды, которую нужно мыть, потом ты сам весь в свекле, ну и так далее. Костя были рады, мы были рады, но, честно говоря, устала от всех этих блюд. Я кушаю вообще очень просто, я вам уже сказала. Кстати, вы просили меня по поводу семян Чеа рассказать. Очень любим вот такие красивые композиции со свечами. Кстати, смотрите, елочка растет у нас, мы поставили ее в подсвечник. Я перенесла ее вместе с землей, в которой она продавалась. Смотрите, она прекрасно растет, как ни странно. Но не знаю, что получится, в любом случае она очень была недорогая. Я показывала вам ее в своих покупках в Ашан. Я обещала вам показать, как я завариваю органические семена Чеа, которые заказываю на сайте iHerb. Вот в таких они пакетиках, я оставлю вам ссылочку. Пару столовых ложек, может быть, одну ложку. Замачиваю я их в молоке. И получается вот такая вот интересная вещь. То есть они немножко разбухают, вокруг них образуется такое желеобразное вещество. Если вы добавите кокосовое молоко, естественно, будет еще вкуснее. Сюда я сейчас добавила довольно много молока. Если добавить меньше, то в итоге это получится прям вот такое желе. То есть у вас жидкость пропадет совершенно. Она полностью впитается вот в эти семена. Из таких семян в ресторанах подают очень-очень дорогие десерты. А тут можно сделать их самим. Что сюда еще можно добавить? Если это густая масса, то есть если мало жидкости вы добавляете, то тогда вы можете слоями сделать. То есть, например, слой фруктов или маринованных каких-то фруктов. Слой шоколада, может быть, все что угодно. И слой вот таких семян. И прослоить, сделать такой полосатый десерт. В прозрачном бокале будет очень красиво. Я, как вы видите, использую вот такие пиалки, чашечки из фикс прайс. Такие же мы дарили нашим друзьям. Кстати, они им очень понравились. И, как я и говорила, они так и не поняли в итоге, сколько же они стоят. Потому что качественная, красивая такая посуда. А в эту смесь я буду сейчас добавлять вот такие вот мюсли обычные. И просто завтракать. Они не дают какого-то особенного вкуса, эти семена, но они дают такую интересную консистенцию, приятную. Они немножко похрустывают с одной стороны, а с другой стороны они желеобразные. То есть, вот такой необычный десерт. Они, знаете, такие что-то между огурцом и ватой. Вот что-то такое. Но мне почему-то они очень нравятся. Не знаю, попробуйте. Может быть, вам тоже понравится. Или хотя бы один раз закажите десерт с че в каком-то из ресторанов. Ну, сейчас довольно много их ресторанов, которые предлагают вот такой десерт. О чем еще хотела с вами поговорить? Слышала и даже видела несколько таких интересных комментариев в адрес других блогеров. Видимо, мои зрители, возможно, те, кто у меня постоянно смотрит или не постоянно, пишут комментарии примерно с таким текстом. Поучитесь говорить у Жанны Фетисовой на канале Джанна Фет. А то вы говорите как-то неграмотно или что-то там такое. Вы знаете, я вообще, в принципе, против того, чтобы делать замечания людям, которые не просили их исправить. То есть я всегда жду, что человек будет заинтересован, если ему это надо. В принципе, мне не мешает неграмотность людей. Если все, что они говорят, имеет смысл, то есть если они несут какой-то глубокий смысл, духовный, возможно, смысл, опыт какой-то свой житейский передают, то никакой говор, никакие совершенно вводные слова и никакие запинки в их речи мне совершенно не мешают. Я научилась вычленять главное за все эти годы преподавания. И поэтому, пожалуйста, я хочу к вам обратиться. И если вы таким образом хотите поддержать меня и как бы рассказать обо мне, то не надо делать это через какие-то замечания другим людям. Я очень признательна вам за то, что вы понимаете всю важность русского языка, то, что нужно говорить грамотно, но это просто действительно не всем нужно. Не все из этих людей медийные лица, не все они какие-то педагоги, не всем им нужно это просто по жизни. А кто-то ведет свой канал просто для того, чтобы снять определенное количество комплексов, которые у него накопилось. Да, нужно иметь смелость, не все, и даже не все из вас ведут свои каналы, вы смотрите других, но не все же вы ведете свои каналы, правильно? Ну и это не всем нужно. То есть это действительно такой вот шаг, это выход из комфортной территории, на которой привыкли люди существовать. Это вызов самому себе, своей смелости, своему умению импровизировать. Да, действительно, и умеют это не все, да это и не всем нужно, они же не будут ведущими. Поэтому, пожалуйста, будьте снисходительнее к людям и как-то добрее, не нужно делать такие замечания. Не все обязаны говорить на литературной норме, не все могут, и кто-то не так букву «Г» произносит, как нужно в литературной норме. Для них это нормально, кто-то окает, акает, это нормально, это наречия российские. И, пожалуйста, уважайте других людей, не нужно всех приводить к какой-то единой рамке. Действительно, литературная норма существует, это московская речь, потому что центром России является Москва. Я вам уже рассказывала об этом, обо всем в своем видео, о том, как научиться говорить красиво. Но я специально так назвала видео, специально для тех, кто действительно хочет этого. Но навязывать, я считаю, это глупо, бессмысленно и нетактично. Ну, по крайней мере, с моей стороны. Тем более не нужно ссылаться на меня. Хорошо, ребята, пожалуйста, не делайте этого. Есть несколько человек, которые попросили меня, действительно попросили, это блогеры, у них довольно много своих подписчиков, людей, которых смотрят, исправлять их. То есть они, ну, в основном это очень взрослые такие женщины, которым действительно немаловажно, это нужно, им приятно узнавать что-то новое. Ну, то есть мы таким образом просто друг для друга полезны, они у меня какой-то своей там житейской информацией. Ну, а я для них в качестве носителя литературной нормы русского языка. Тоже хорошо. Я считаю, замечательное взаимодействие. Но не все такие, не всем это нужно. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание, не обижайте людей зря. Вот так я думаю. Если вам нравятся вот такие вот совсем легкие макияжи, мейкап, но мейкап, если действительно вы заинтересованы в том, чтобы не сильно был виден на вас макияж, если вам это нужно для работы, то какие-то варианты я тоже могу вам показывать, если хотите этот вариант. Если хотите более яркий, вечерний. Вообще, делайте, пожалуйста, запросы, господа. Что вам нравится, что вы хотите видеть. То есть вы знаете, какие тени. Выбрали мы в косметичку в месяц. Сейчас я несколько дней, честно говоря, отдыхала без такого вот яркого макияжа. И вот два дня подряд я делаю вот такой легкий. Мне вполне это устраивает. Дома я не ношу какой-то яркий макияж, только если не снимаю специально для вас видео. Я провела ревизию своих всех ящичков с запасами. Некоторые написали мне, что я плюшкин или хомяк. Ну да, ну так, в шубку, конечно, я не обижаюсь. Действительно, я такой немножечко хомячок. Ничего не поделаешь. И внешне похоже. Да вот. Но на что я вам хочу сказать. У меня довольно много уход, именно уходовой косметики. И очень мало декоративный. Я вот прям стараюсь, стараюсь, но у меня не получается так. Я очень часто наношу, перенаношу крем в течение дня. И по два-три раза тоником воспользуюсь, умываюсь, заново наношу. Потому что у меня все-таки с возрастом, видимо, стала немножко в сухость склонна кожа. И мне все время, знаете, вот хочется нанести какой-то защитный слой. Но не тональный крем. Мне хочется все время какой-то увлажняющий крем. И поэтому, да, действительно, я думаю, что у меня удастся все это использовать. Что я показала вам в свое видео использовать уходовое средство до конца 2018 года. Я думаю, да. В принципе, столько же. Ну вот вспомните мое видео. И я вам показываю в течение месяца, потом второго месяца, трех месяцев сезона. Не меньше, я думаю. На самом деле, да, не меньше. Ну что же, я буду ждать ваших запросов по макияжам. Буду готовиться к такой неделе активной. Мейкап неделя. И спасибо большое, что вы были со мной. Я желаю вам по традиции удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!